приветствую друзья с вами виталий и сегодня небольшой видеоролик запишем на популярную тему почему американский менталитет принимает такое положение носят люди обувь в своих домах ответ будет очень простой и короткий надеюсь емкий вам будет это интересно знать два три аспекта скажем тогда первый аспект в детском садике в американском обычно частный детский садик дети постоянно носят обувь и более того не спят в этой обуви во время дневного отдыха и соответственно если в детском возрасте у вас вырабатывается такой привычка такая то соответственно и в подростковом возрасте далее вы дома у себя находитесь в обуви и в кровати в обуви находитесь и даже спите в обуви да такая у них существует порядок такой в детском садике это с целью обеспечения безопасности и этот вопрос дальше будет пересекаться по по поводу безопасности да почему бы образуется такое состояние безопасности потребность безопасности как бы такая спать в обуви да дальше социальная такая конструкция когда к американцам приходите домой в гости скажем на вы обувь не снимаете почему не снимаете обуви потому что это не ваш дом такая будет у вас ассоциация что-то не ваш дом и вы этот дом входите свои обувь и соответственно когда вас принимает там гости также считается что вы заходите им тем чтобы чужой дом daí вот такая понимаете ассоциация будет чужой дом своя обувь чужие люди заходят в твой дом они приходят свои вами то есть они не могут разуться чтобы оказаться то есть своими они не могут стать профессии у нас позиции бы такая к этому отношения какой будет то есть мы имеем здесь сопр brand чужой и свой Соответственно, вы когда заходите в чужой дом, вы входите в свои обуви. И далее, когда мы объединяем эти два вопроса детского садика и вхождение в дом в своей обуви, в чужой дом, соответственно, мы получаем такое понятие соотношения с пространством. То есть мне в этом пространстве небезопасно, я здесь чужой, мне небезопасно в этом детском садике, это чужая какая-то конструкция, здесь какой-то дом, помещение, в котором я отдыхаю, и мне здесь небезопасно, потому что это чужое, это чужое состояние. А мои ботинки, моя обувь, она для меня личная, она для меня личная, и она мне близкая, и в ней мне безопасно. Понимаете, это вот это состояние. Поэтому дети спят в обуви, они привычаются к этому состоянию безопасности в чужом пространстве. И когда заходит в чужой дом, соответственно, также человеку необходимо ощущение безопасности в собственной обуви, то есть быть своим, в своих ботинках, в своем маленьком пространстве, которое заполняется полностью тобой собой. И поэтому ты получаешься в своем пространстве, в своих ботинках ощущение безопасности появлять. Ты свой в своих ботинках. Соответственно, даже к своему собственному дому, когда ты относишься, тебе надо также ощущение безопасности создать, независимости от собственного дома, от собственной привязанности к своему дому. И это независимость от своего дома, от привязанности к этому дому, от создания отношения к этому пространству своего дома, у тебя также обеспечивает безопасность ботинки, обувь. И ты ходишь в обуви у себя дома, чтобы ощущать безопасные отношения со своим домом, с этим пространством. Потому что ты находишься в своих ботинках. В этих ботинках, в маленьких ботиночках, это маленькое пространство, оно тебе создает безопасность. И когда мы говорим об этом среде обитания, о ментальности, конечно, мы переносим такой акцент на безопасность. И на безопасность от пространства, на безопасность от пространства, на нахождение в своем даже собственном доме, в своих ботинках. То есть, и акцент, вот такое еще можете посмотреть, это статистику. Имеется статистика обувного рынка, скажем так, мирового внутреннего потребления американского рынка. И там мы увидим, что американский рынок обуви самый объемный и самый емкий. Глубокий рынок такой. То есть, покупка обуви – это насущная потребность. То есть, американцы покупают много обуви. Много-много-много. Много пар обуви у женщин, много пар обуви у мужчин. И этой обуви очень много. Соответственно, мы должны воспринимать обувь как пространство безопасности. То есть, человек, когда привыкает к своей обуви, начинает к ней привыкать, как создает в ней какое-то отношение к этой обуви личной, и начинается ощущение привязанности к обуви, он ее тут же меняет. Он надевает другую обувь. И, соответственно, когда ему необходимо войти в какое-то состояние, состояние какое-то ресурсное какое-то, он меняет эту обувь на другую обувь. И, соответственно, потребность приобретения и замене обуви часто происходит. Потому что у человека внезапно может образоваться какая-то привязанность к какой-то паре обуви. И он скажет, все, мне в ней небезопасна эта обувь. Я к ней привязан уже лично. Это мое пространство. Я к ней привязан. Во мне создается личная привязанность, личное отношение, личное чувство. Соответственно, во мне образуется какая-то личность, которая начинает зависеть. А концепция независимости в американском, в Среди Британии, в этом интернет-этиде, очень важна. И поэтому люди меняют обувь очень часто. Ее много покупают. Она недонашивается. И более того, есть такая традиция различная. Ее интерпретация существует, когда и в Европе существует, но и в Америке, когда пара обуви завязывается шнурками и забрасывается на телефонные какие-то провода. И где-то это обозначается нелегальное какое-то место, какое-то деятельность. И где-то там имеется такая традиция. Традиция именно как забрасывание своих личных отношений, личной привязанности к какому-то периоду жизни. И это выбрасывается таким образом. Обувь закидывается. И какое-то такое состояние к обуви очень важное. Очень важное и показательное для нас, для понимания американского менталитета и понимания нахождения в этой среде обитания, которое требует поддержания безопасности от самого человека, даже от самого личного дома своего. То есть, он приходит домой, и вы находите свои обуви. То есть, вы создаете безопасное ощущение от дома. Не привязывайтесь к своему дому. То есть, вас к этой привязанности не обязывает обувь. Вы в обуви находитесь. Вы как бы делаете ноги. То есть, и здесь к этому пространству, к дому, и в дальнейшем можно тему так продолжить, чтобы было понимание больше. То есть, дом – это нестабильное состояние. Вы не привязываетесь к стабильности к этому дому. Поэтому вы в обуви, и вы находитесь как бы в рестерии. Место отдыха дома воспринимается. Временное место отдыха дом. И вы находитесь в обуви, в этом месте отдыха. И, соответственно, вы с минуты на минуту, в любой момент можете сорваться, подняться и идти дальше в своем движении. То есть, вы находитесь постоянно в менталитете среде обитания в каком-то движении. В эмоциональном, ментальном или физическом Соответственно, обувь у вас имеется такая же Ментальная обувь Она ментальная и физическая обувь Имеется эмоциональная обувь Об этом можно достаточно много разговаривать У нас короткий видеоролик По теме, почему американцы носят обувь в своем доме Надеюсь, я на этот вопрос ответил Вам это будет понятно, интересно И вы досмотрите это видеоролик до конца Спасибо за внимание С вами был я, Виталий